Всем привет дорогие друзья, меня зовут Илья и сегодня я покажу вам пасхалки в пабге. Да, когда я узнал что у них здесь тоже есть, я очень сильно удивился. Конечно здесь они не сильно крутые и не сложные, как в других играх. Чтобы их как-то активировать или долго разгадывать, они просто есть. И на этом разработчикам уже спасибо. Все пасхалки я брал с форума Reddit и надеюсь, что вам они понравятся. А также не забудьте про лайк. Что ж, у нас сейчас как всегда спонсор и мы сразу же начинаем. Первая пасхалка находится в скалах на одном из островов. Поднявшись вы увидите кучу камней, выложенных по кругу. В центре которых стоит дорожный конус. И на нем есть записка, где написано I hate school, то есть я ненавижу школу. И видимо это отсылка к карте Ирангель, где есть локация под названием школа. А вот почему ненавижу, скорее всего потому, что там каждую катку умирают десятки человек. И конечно же очень сильно бомбят на эту самую школу. Вот такая вот классная пасхалка от разработчиков. Кстати такого конуса больше в игре нигде нет. Везде только обычные, без записок. Ну а мы идем дальше. Следующая пасхалка находится в городке Сан-Маркос. И интересует нас вот этот вот билборд, на котором написано Плата о пломо. Что переводится как серебро или свинец. Это отсылка к одной из коронных фраз Пабло Эскобара. Это выражение очень популярно в Латинской Америке, где собственно Пабло считается героем. Вот такая вот классная отсылка, поэтому проезжай мимо Сан-Маркоса, выбирай серебро или свинец. А также под билбордом есть одно объявление, где продают билеты на остров Ирангель, то есть на первую карту. Такая забавная мини-отсылочка. А следующая пасхалка это пикап, а точнее его салон и номерной знак. И давайте начнем с салона. Весь салон посвящен бананам. Висящая вонючка с надписью банана, наклейка на бардачке, а также вот эта вот наклейка с третьим шлемом. Кажется ничего необычного, ну для нас-то оно понятно. А вот американские игроки сразу поняли отсылку. Отсылает данная наклейка к компании Чиквита. Вроде правильно прочитал. Данная компания массово экспортирует бананы в США, так что здесь тоже про бананы не забыли. А вот с номерным знаком все намного веселее. Абсолютно во всех играх есть пасхалки в автомобильных номерах. И теперь PUBG тоже не остался в стороне. Сюда ничего необычного, пока мы не прочитаем данный знак вслух. И читается оно как F2HONG. Что переводится как F, чтобы сигналить. И это небольшой пранк от разработчиков. Как вы знаете, сигнал в PUBG работает на левую кнопку мыши. Но вот представьте, заходит в игру NOOB, едет себе такой на пикапе и читает знак. F2HONG. И думает такой, ну шай по сигналю. Нажимает F и выпадает из машины. Вот такая вот пасхалочка, едем дальше. Следующая пасхалка находится в одной из будок Монтенуэо. И это пакет с мусором. А все потому, что чуваки с форума Reddit разглядели здесь кого-то из персонажей Южного парка. И в целом, да, глаза похожи, но дело вот в чем. По карте таких мусорных пакетов разбросана целая куча. И вот в каждом можно разглядеть такого же персонажа. И по-моему это просто банка от газировки. В общем я не уверен, пасхалка это на Южный парке или не пасхалка. Напишите в комментариях, как думаете вы, потому что я думаю, что все-таки нет. Переходим к следующей пасхалке. Следующая пасхалка это локация со странными камнями. И готов поспорить, вы их никогда не видели. Потому что находятся они в самой заднице карты. А именно вот здесь. Камни разрисованы странными иероглифами и в целом не отличаются от других камней. Какие-то они слишком темные. Да и данные иероглифы меня сильно напрягают. И что это собственно такое? Отсылка на инопланетян или на что? И находятся они рядом с этой странной границей карты. Совпадение? Не думаю. Пишите свои безумные теории про эти камни, а мы идем дальше. Следующая пасхалка находится на карте Ирангель. На которую, кстати, хрен зайдешь. Ну да ладно. И эта пасхалка тоже какая-то неочевидная. Это просто елка, которая стоит недалеко от Ясной Поляны. Но самое интересное это то, что елка появилась совсем недавно. И многие думают, что это новогодняя пасхалка. Потому что такой же текстуры елки нет больше нигде. Ни на пустынной, ни на обычной карте. Поэтому вполне возможно. Но почему так далеко? Да еще и за камнем. Но кто знает, что там творится на уме у разработчиков. Что ж, ну а на этом у меня все. Всем большое спасибо за просмотр. Если вам понравился ролик, то ставьте лайк и пишите об этом в комментарии. Если ролик вам понравится, то я сделаю вторую часть. Так как материал в принципе есть. Также не забудьте подписаться, если вы еще не подписаны. И нажать на колокольчик. Это очень важно. Ну а я с вами прощаюсь. С вами был Илья. Всем удачи. Всем пока и до новых встреч.